Синаптическая передача. Что это такое? Это передача информации от одного нейрона к другому. Как я уже говорил, в первой половине XX века велись ожесточённые споры по поводу того, как информация передаётся от одного нейрона к другому. Соединены нейроны друг с другом, отростки нейронов друг с другом непосредственно так, чтобы электрический импульс проходил из цитоплазмы одного отростка. Сразу же в цитоплазму постсинаптического окончания. Это была такая теория искры. А была ещё теория супа, что у нас есть синапс, как Рамон Акахалов предсказывал, что есть прессинаптическое окончание, есть постсинаптическое окончание, между ними щель. Вот здесь проходит потенциал действия, здесь он заканчивается, но происходит что-то, выделяются какие-то вещества из прессинаптического окончания, которые доходят до постсинаптического окончания. Там что-то делают такое, из-за чего в постсинаптическом окончании заново возникает потенциал действия. Медиатр. Медиатр. Были расточённые споры, очень умные учёные отстаивали теорию, что нет никакого супа или есть только в разных, в каких-то очень специальных местах, а на самом деле электрический импульс проходит непосредственно. Оказалось, что правы и те другие. Бывают электрические синапсы, а бывают химические синапсы. Хотя надо сказать, что химические синапсы более распространены и играют гораздо более важную роль в нашей жизни, чем химические. Более звездооберные системы. Но начнём с химических синапсов как более простой что-то. Химический синапс – это те же самые каналы ионные, электрические. Электрические синапсы – это те же самые ионные каналы, только они соединяют не внутреннюю часть клетки и наружную, они соединяют две клетки между собой. Ну, считайте, вот такие как бы трубочки, которые проходят между мембранами двух клеток, через которые могут ионы перемещаться свободно. И, действительно, таким образом, если доходит сигнал вот такого электрического синуса, ион проходит через такие трубочки и оказывается в другом нейроне, и там может тоже, например, высыпаться вместе. Удивительным образом, вот в наших клетках, в наших тканях, не все клетки друг с другом соединены, почти все клетки друг с другом в каждой ткани, почти все клетки соединены друг с другом такими электрическими синапсами. Есть только два исключения – это скелетные мышцы, которые вообще странные клетки, и как вы думаете, какой второй? В каком еще органе в нашем теле нужно сделать так, чтобы не все клетки были друг с другом непосредственно соединены? Чтобы не все клетки работали как единое целое? Потому что то, что соединено электрическими синапсами, оно работает как единое целое, потому что, ну, как бы, между ними нет никакой… Да. Мозг. Гениальный. Мозг, конечно. Потому что, если все клетки в нашем мозге начнут работать как одна, то мы с вами не сможем и не думать этим мозгом. Как бы, мозг так не работает. Соответственно, в мозге как раз электрические синапси довольно редкая ошибка. Особенно в нашем. То есть, в основном, что они не пользуются. Но как раз они соединены те нейроны, которые должны работать с группами. Все одновременно. Химические синапсы. Химические синапсы отличаются от электрических принципиальных тем, куда здесь есть, значит, щель синапсическая. Как они работают? Вот потенциал действия дошел до присинапсического окончания. А в присинапсического окончания есть специальные тоже потенциалозависимые каналы. Но эти потенциалозависимые каналы не и натриевые, а кальциевые. Ну а также, как и натриевые, в которых мы с вами работаем, они открываются в ответ на деполяризацию. В ответ на уменьшение разницы потенциалов. Когда достигается некий пароль. Они открываются. Кальций через них, поскольку кальций снаружи клетки много, а внутри клетки мало. Кальций начинает входить внутрь клетку по укордиенту концентрации. Это мы уже с вами понимаем, как это устроено, да? Войдя в клетку, кальций запускает специальную некую реакцию. Внутри этого присинапсического окончания есть такие пузырьки, мембранные пузырьки, которые называются визикулы, заполненные молекулами, которые называются нейромидиакторами. Эти визикулы, пузырьки, они находятся просто в присинапсическом окончании и никуда не деваются. Но если туда поступает кальций, кальций запускает специальные сложные и не очень сложные механизмы, благодаря которым эти визикулы сливаются с этой наружной мембраной и выпускают свое содержимое наружу. Как экзоцитоз такое происходит. И молекулы нейромедиатора попадают в синаптическую щель. По синаптической щели они дефондируют к постсинаптической мембране, а там есть специальные молекулы-рецепторы. Молекулы белковые тоже молекулы, все эти молекулы это белки. Эти молекулы связываются с нейромедиатором и запускают какой-нибудь процесс. В самом простом случае, например, такие молекулы, они же тоже являются ионным каналом, который в норме закрыт и который открывается только если связывается с молекулой нейромедиатора. Молекула нейромедиатора подплывает к этому рецептору, он открывается, внутрь заходит, например, иона натрия положительно-заряженная. И что здесь происходит? Уменьшение потенциала. Ну, уменьшение, на самом деле, деполяризация, да? А в хорошем варианте она может достигнуть порогового значения и тогда чего возникнет. Потенциал 10. Такого, как правило, вы правильно задумались, потому что, как правило, такого не происходит. Но может происходить. Ну что, всем понятно, как работает химический синапс? Важно, поскольку он вот так устроен, существует такая штука, как синаптическая задержка. Вот если мы померяем время передачи сигнала между разными нейронами, мы увидим, что на этот процесс уходит довольно много времени, порядка миллисекунд. То есть, чем больше нейронов у вас последовательно соединены, тем больше времени теряется просто за счет вот этих вот синаптических. Ну, как бы, потенциал действия идет не очень быстро по отросткам, а еще он задерживается, скажем, в синапсе. А в электрическом синапсе синаптической задержки нет. Это преимущество электрического синапса. Но в электрического синапса есть один серьезный недостаток, который делает невозможным использование только электрических синапсов. Электрические синапсы не умеют переворачивать сигнал, а химические синапсы умеют. Что это значит? Это значит, что, наверняка вы слышали это слово, многие из вас слышали, бывают химические синапсы возбуждающие, а бывают тормозные, да? То есть, в зависимости от того, какие рецепторы находятся, вот здесь вот на постсинаптической мембране, они могут на них при воздействии медиатора, через них могут проходить либо ионы положительно заряженные, например, натрия, и тогда это будут какие синапсы? Возбуждающие, правильно. А могут проходить затрицательно заряженные ионы, например, хлор, и тогда какими они будут? Тормозными. Тормозными, да, правильно. Потому что, когда хлор не будет заходить, мембранный потенциал будет становиться больше, разница потенциала будет становиться больше, да? И клетку будет тяжелее возбудить от другим каким-нибудь потенциалом действий. Все, сейчас будет простая информация, чтобы уже кипящий мозг немножко остыл. Вот, например, я думаю, чем он сейчас? Что вам интересного рассказывать? Вот, например, вот здесь интересного, а вообще сколько нужно нейронов вот таких? На самом деле, вот с помощью даже таких простых штук можно делать удивительные всякие вещи. Вот сколько нужно нейронов для того, чтобы сделать из них мозг? Да? Как вы думаете, вот какое минимальное количество нейронов вот сейчас известно в нервной системе? То есть, животные с самыми простыми нервными системами, сколько там может быть нейронов? Логичный, кстати, ответ. Может быть. Я бы ожидал, что, наверное, рано или поздно, наверное, найду животное, у которого два нейронов, потому что в одном нейронов не совсем смысла нет. Но таких пока неизвестно, а вот животных, у которых там порядка десяти нейронов, да, такие животные есть. Но вот у Селеганса, у червяка, триста два, у него замечательный червяк, замечательный текст, у них известно вообще сколько всех клеток точек, у него всегда одинаковое количество клеток. Вот нейронов у него триста два, и с тристами двумя нейронами этот червяк умеет там ползать, искать еду, размножаться, как-то мучаться, реагировать на разные внешние стимулы. В общем, живет вполне полноценной жизнью. А у него всего триста нейронов. А вот, например, у нас с вами восемьдесят шесть миллиардов, примерно, нейронов. Так что понятно, что у нас возможностей больше. И вот такой возникает вопрос, вообще, ну, там люди пытаются понять, а кто умничал? Ну, вот как отценить какое животное ум? По идее, нужно пытаться найти животное с максимальным количеством нейронов. Ну, и долго время люди были уверены, ну, понятно, как это животное. Мы же. Вот. Но вот становится понятно, что, в общем, нет, потому что, вот, например, у слона нейронов больше, чем у нас, у них мозг больше, чем у нас три раза. Думаю, может быть, у них нейронов все-таки у него так много оказывается, и мозг у него больше в три раза, и нейронов у него больше, чем у нас, в три раза. Ну, странно как-то. Мы, вроде бы, знаем, что слон, ну, умное животное, полезное, но не такой умный, как человек. Ну, окей, сказали, а давайте посмотрим, сколько у них нейронов в коре. Оказалось, что, действительно, почти все эти нейроны у слона находятся в мужичке. У нас тоже, большинство, большая часть наших нейронов, на самом деле, у нас там порядка семидесяти пяти, что ли, или восьмидесяти процентов всех наших нейронов тоже находятся в мужичке. Но все-таки в коре у нас тоже их довольно много. А у слона практически все эти нейроны находятся в мужичке. Слону, поэтому важно, как коми, держите хоботом, а кора ему не очень нужна. Ага, сказали, значит, наверное, важно, сколько нейронов в коре. Вот у кого в коре больше всего нейронов, тот и самый умный. Вот мы, например. Оказалось, что есть там дельфины, у которых и в коре нейронов больше, чем у нас. И вот дальше возникает вопрос, то ли другой какой-то нужный критерий искать, то ли, может быть, они действительно умнее, чем на полосы. Ну вот, а вот, например, существо, которое... А, да, ну, в общем, полосы. И все. Вы посмотрите на красивые картинки. Вот этот вот мужичок срез. Вот как устроены нейроны. А как устроены всякие мозги, вот уже когда нейромант Кахалнах рисовал, кто-то их может сейчас сфотографировать, какие-то нейроны не по полосы. Короче, современными способами разными можно удивительное, огромное количество информации получать и много всего нового узнавать. А то, что я вам и сказал, это вот только самые такие основы основы. Вот.